Дорогие выстрелы, всем привет! Сегодня я хотела бы с вами поговорить, как сделать удачный ракурс, как выбрать и сделать такое оригинальное, необычное фото. Давайте рассмотрим несколько фотографий. И первая фотография, которая у нас есть, это глазик, который немного смотрит в сторону. Насколько это красиво? Но, смотрите, если ваш клиент очень сильно отводит зрение, вот просто вообще отводит, на фото это будет смотреться вроде закатили глазки. Поэтому зрачок, либо сам глаз, он может быть повернут немного, но не слишком. То есть вы выбираете угол так, чтобы зрачок не ушел полностью в сторону. Он может только немножечко уйти сюда. Чем это еще некрасиво будет смотреться? Фотография данная на белом фоне, то есть она черно-белая точнее, да? Но если бы эта фотография была цветная, и ваш клиент очень сильно в сторону отводит глаз, здесь может просто быть заметно очень красные сосуды. То есть это автоматически подтягивается сосуды от самого внутреннего угла. И это уже будет смотреться на вашей фотографии не очень эстетично. Поэтому старайтесь избегать вот этих вот глаз полностью вверх закатанных, либо в сторону абсолютно, либо на нос смотрящих, когда вы просите вашего клиента там смотреть на палец, да? Он начинает смотреть на пальцы, начинаете фотографировать, и у него зрачки полностью сбегаются на нос. То есть эти ракурсы будут неудачными. Поэтому подбирайте всегда так, чтобы глаз был лишь немножечко отведенный в сторону, да? Если вы выбираете ракурс от носа. Ракурсы какие у нас бывают? От виска, от носа, сверху, снизу. То есть можно подобрать, в принципе, разный ракурс. И всегда он может быть выигрышным, но надо сделать это очень грамотно и правильно. Итак, далее. Прямые ракурсы. Это вот этот у нас, да? Когда он прямо смотрит в наш глазик. И вот этот вот ракурс. Смотрите, здесь двойная фотография. Почему так сделано? Нос. Когда вы фотографируете, у вашего клиента, даже если маленький миниатюрный носик, на фотографии он может смотреться очень большим. И это тоже нужно делать очень внимательно. То есть надо обойти сторону носа, либо взять только его кончик, либо взять лишь половину, да? Либо мы убираем его полностью с фотографии и делаем вот такой вот снимок. То есть нос в первую очередь будет бросаться именно он, к вам в кадр, а не будет бросаться глаз. Поэтому старайтесь его немножечко обходить. Еще один прямой ракурс. Это тонный глаз. Как его сделать? То есть вы просите вашего клиента сделать такой немножко как уставший вид, либо немножечко прикрыть глазик. То есть здесь фото не на полное открытие глаза. Получаются такие очень загадочные, романтические глазки. И получится романтический такой красивый снимок, да? То есть вы просите вашего клиента просто немножечко, когда он открывает, так медленно открываем глазки, немножечко так романтично, да? Как бы заигрываем. Тогда получается вот такой красивый снимок. То есть ваш клиент, как он играет на фотографии, такие эмоции передают ваши глаза. Поэтому важно, когда вы его фотографируете, чтобы глаза не пекли, слезы не текли, ему было комфортно. И поверьте, даже улыбка придаст этому снимку уже другой оттенок. То есть вы можете немножко попробовать, только не сильно. Когда вы просите вашего клиента улыбнитесь очень сильно, под глазами будут собираться морщины. То есть фотография передаст здесь морщины, а не настроение вашего клиента уже. Поэтому будьте внимательны немножко. Вы можете попросить и как-то развеселить вашего клиента, чтобы веселее стал и его глазик. Эта эмоция обязательно передастся на фотографию. И дальше фотография это от виска. То есть у нас есть от носа ракурс, прямые ракурсы и ракурс от виска. Здесь вы можете захватывать немножечко второй глаз. Вы можете взять сразу два глаза. Но опять, вы полностью должны обойти ваш нос. Потому что если на фотографии он попадет в кадр, в первую очередь будет бросаться большой нос. Что еще важно для фотографии? Есть такие программы. Я вам сейчас напишу, как они называются. Одни из самых популярных программ, которые это Snapseed. Слияние, что я себе вроде правильно написала. Это фотография, которая может убрать пигментные пятна, убрать красминту с лица. То есть сделать ваши... Не ресницы. Мы здесь не касаемся ресниц, ничего мы с ресницами не делаем. Мы убираем только дефекты на коже. Красиво смотрятся модели, когда у них хорошие и ухоженные брови. Если вы себе ищете девочку на портфолио, старайтесь сделать так, чтобы у этой девочки были очень ухоженные и красивые бровки. Чтобы получилась хорошая ваша фотография. Также здесь они должны быть пощипаны более объемными. И это будет смотреться симпатичнее. И вторая программа, которую я пользуюсь, это Avotan. Это фотография, которая может немножко придать вашему зрачку яркость. То есть добавить чуть-чуть живого оттенка в глазик, делать его более зеркальным. Но с самими ресницами старайтесь ничего не делать, потому что вы введете в заблуждение своего клиента. То есть у вас фотография одна, клиент приходит, результат получается другой. Потому что два девочки налаживают большое количество теней на зону ресниц. Ресницы затемляются, к вам приходит клиент, просит, сделайте мне так, как у вас на фотографии. Вы этого повторить не можете. Поэтому обманывать никого не нужно. Нужно просто немножко поубирать лишние какие-то дефекты. Самое выигрышное, это когда мы просто убираем пигментные пятна, красноту, желтизну, прыщики и тому подобное. Тогда уже будет смотреться ваша фотография красиво. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Фотографируйте с удовольствием. Пускай у вас будут самые удачные ракурсы. И до скорых встреч с новых видео.